Солнечногорский район Мусорному бизнесу и мошенничестве Ранее мужчина, будучи полицейским, уже был судим за взятку, что не помешало ему занять теплое кресло в Солнечногорской администрации Афинагентова во власти больше нет, а ужасающие экопроблемы остались Так, например, в городе Лобня есть настоящая Черная речка Черная в данном случае не эпитет и не аллегория Вода в реке Мещериха абсолютно черного, непрозрачного цвета, да еще и с едким запахом Несущиеся потоки воды отравляют все живое на пути Ни рыбы, ни животных тут не водится Русло реки протравлено ядовитыми химикатами, которые убивают все живое на своем пути Буквально в двух километрах отсюда, за очистными лобнями, река еще более-менее похожа на реку К нам доходит, к сожалению, вот такой вот результат Это результат черного цвета Это и мазут, и канализация Всегда по-разному пахнет, причем Иногда химией какой-то, иногда, собственно, прям канализацией Сегодня проект Экрейд на реке Мещериха в Солнечногорском районе Оказались мы здесь не случайно, потому что река буквально в критическом состоянии Мы проделали весь путь, мы осмотрели всю реку И стоит отметить, что на входе в город вода еще более-менее в нормальном состоянии Да, все берега захремлены, огромное количество мусора валяется по ее берегам Но сама вода еще более-менее качественная Что не скажешь о том состоянии, в котором она находится, выходя из города А здесь очистные, автомойки, различные производства Мы сейчас пойдем проверим, у кого из предприятий вообще есть документы и разрешение Не то, что там сливать, а вообще находиться в этой водоохранной зоне К сожалению, река сегодня действительно зона особого внимания Зона экологического бедствия И мы в этой ситуации будем очень внимательно разбираться Алло, добрый день Да, вот здравствуйте Здравствуйте, Всероссийское общество охраны природы Меня зовут Ярослав Вольтин Мы сегодня инспектируем эту речку Мещериха И хотели уточнить, вот у вас здесь автомойка стоит в водоохранной зоне А куда у вас стоки идут после мытья машин? У нас самотек был Что, что еще раз? Самотек Самотек, да? Это как, то есть куда-то на грунт просто или в речку или куда? Не речка, с грунтом Ага, на грунт сбрасывайте, понятно А какие-нибудь разрешения вы получали для сброса на грунт? Или не знаете? А, по поводу здесь я не знаю Мы арендуем эту территорию Могу передать номер телефона Вы сам можете связать и узнать Вот смотрите, вот Мещериха сразу на выходе с забора очистных Ну? Вот нам нужно разобраться С чем вот связано такое состояние реки? Такое состояние реки это сброс промзоны Пришедшие не санкционированы наши очистные сооружения Которые естественно не справились Скрывать я ничего не собираюсь То есть они к вам не подключены? Нет Если вы показываете мне сейчас реку со стороны вот этого 18 дома Насколько я понимаю Да, да, Андрей, иди поближе Через дорогу Через дорогу находится пятая КНС Все нечистоты из квартир, с промзоны идут самотечно Приходят они в эту КНС И КНС уже начинает за счет насосов толкать ни далее, ни более, как ко мне На очистные сооружения микрорайона Красная Поляна Когда приходят несанкционированные стоки или с нарушением ПДК Это настолько короткий период, называется залповым Я не могу противостоять приходу этому Вы его сливаете, естественно Мы не сливаем Мы пытаемся сделать Пойдемте Пытаемся очистить? Пойдемте Конечно, но не получается Виновных даже искать не приходится Под подозрением сразу несколько городских предприятий Стоки с которых принимают местные очистные сооружения Это Алтика, Деллер, Протеин и Лагуна Попадая на очистные, ядохимикаты моментально убивают всю флору Выводят из строя оборудование и приводят к аварийной ситуации Лобнинский водоканал уже давно охотится за подозреваемыми Но поймать их пока не удается Нарушители осуществляют сбросы залповым методом Уничтожая любые улики с помощью большого напора воды То есть принцип работы очень простой Вся дрянь, которая есть, она накапливается на территории Потом делается залповый сброс в очистные И после этого идет Сброс идет простой, он стекает Потом залповый сброс идет воды с мыла И потом мы приходим, у них ничего нет Жадность предпринимателей не только выводит из строя очистные сооружения Лобни Но и убивает все живое на расстоянии в десятки километров вниз по течению Самое чудовищное в этой истории, что Черная речка впадает в Клязьму Которая является водозабором Москвы Почему чиновники предпочитают не замечать ужасающую катастрофу Которая происходит на глазах у целого города? Увы, отравленная река – не единственная проблема, которую в упор не видят местные власти На территории округа действует сразу несколько точек несанкционированного складирования бытовых отходов Инспекторы Всероссийского общества охраны природы Осуществляя регулярные облеты территорий, нашли как минимум троих нарушителей В частности, это компании «Зеленая планета» и «П. Горбачева» и «Рецикл материалов» Не имея на то разрешений, предприниматели завозят бытовые отходы Те самые, что мы каждый день выбрасываем в свое мусорное ведро А ведь они должны идти на КПО Проходить строгую сортировку и отправляться на дальнейшую переработку Как они тут оказались? Что с ними дальше будет и кто позволил твориться этому безобразию? Рецикл материалов так вообще находится на взлетной глиссаде аэропорта Шереметьево И представляет серьезную опасность для полетов из-за птиц, которые постоянно кружат на территории аэропорта и рискуют попасть в двигатели самолетов Всероссийское общество охраны природы продолжит пристально следить за ситуацией в районе и добиваться самого строгого наказания для нарушителей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова